Привет! Как дела? Сегодня я расскажу, что такое национальный голландский день в Лондоне. Впервые я попала на этот праздник в 2010 году, еще когда была туристом. Мы с одной из моих подружек, у меня уже тогда были друзья в Лондоне, пошли гулять на Трафальгарскую площадь и увидели огромное количество оранжевого цвета. Оранжевый цвет это цвет голландского королевского дома. Первый флаг Голландии, горизонтальный оранжево-бело-синий триколор, появился в 1574 году в дни борьбы за независимость. Когда Голландия стала независимой республикой в 1630 году, официально принятый оранжевый цвет был заменен на революционно-красный. Позднее предпринимались безуспешные попытки снова поменять красный на оранжевый. Несмотря на то, что произошла реставрация оранжевого дома, который правят до сих пор, красно-бело-синий триколор остался. В знак уважения королевскому дому в дни торжеств и праздников поднимают и оранжевый вымпел монархической династии. И так как праздник День короля или королевы Нидерландов проходит в нынешнее время 27 апреля, в Лондоне, а также в Амстердаме и других городах Голландии люди наряжаются в оранжевый цвет, чтобы отметить такой национальный праздник. На Трафальгарскую площадь свозится огромное количество символов Голландии. Это и сыр, и башмачки, и тюльпаны. Все просто пестрит разными цветами, и люди приходят туда посмотреть, полюбоваться, а также купить как луковицы тюльпанов, так и сыра. Я была в Амстердаме несколько раз, об этом я скоро буду рассказывать, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. А на Трафальгарской площади в центре Лондона это мероприятие проходило в 2010 и 2011 годах. В 2010, я уже говорила, я была еще туристом, но очень интересно пообщалась с голландским народом. Нидерландцы, дач по-английски, так зовут голландские жители, съезжаются на площадь и весело общаются между собой, распевают песни, слушают концерты, которые проходят на главной сцене, и принимают участие в различных конкурсах. Там прыгают на скакалках, раскрашивают себе лица. Кстати, в 2010 мне нарисовали такую интересную загогунину в виде цветочка на щеке. Ну, чаще всего это аттракцион для маленьких детей, но я решила, почему бы и нет. И также купила себе вот эту шляпу, которая до сих пор, видите, уже 10 лет прошла, а все еще жива. За 5 фунтов. Ну, так, решила на память шикануть. Вот, очень хорошая оказалась шляпа. Также очень много людей пришло на площадь в 2011 году. Я уже ходила туда снимать репортаж в качестве лондонского репортера. И у меня сохранилось очень много видеофайлов, как люди развлекаются в голландский день, в национальный день в Лондоне. Вот, пожалуйста, смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне же очень понравился аттракцион в виде дойки коровы. Ну, для того, чтобы сделать сыр, естественно, нужно молоко. И там предлагали подоить корову. То есть нарисовали такой постер коровы, поставили ведро и, я не знаю, сделали как-то вымя. И китайские девушки, я засняла этот момент, пытались надоить молока в это ведро. А кроме того, один специалист, который вырезает вот эти вот всемирно известные голландские башмачки, прямо на глазах у зрителей из бревна создал вот такой вот башмак. И рассказывал постепенно, как, что, зачем идёт, и для чего создаются эти башмаки и так далее. Интересно просто побывать вот на таких национальных мероприятиях, которых в Лондоне огромное количество. Практически каждую неделю на Трафайгарской площади какая-либо из национальности, какая-либо из культур празднует свой день. И впитать культуру другой страны в виде такого вот развлечения на выходные. Я засняла, кстати, интересных голландских парней, которые танцевали. Смотрите, как это было. Ну а кроме того, под вечер приезжают знаменитые голландские артисты, выступают на сцене, и огромная толпа подпевает им и танцует на всю катушку. Смотрите, как это было. Вот такой вот вихрь голландского весёлого народа обычно собирался на площади и отмечал свой национальный день. К сожалению, голландский день уже не проходит очень давно. Как раз-таки вот, наверное, 2012, может быть, в 2013 я пропустила. То есть примерно так же, как и Масленица, он резко перестал существовать. И это очень обидно, что люди не могут собраться все вместе на площади и отпраздновать свой национальный праздник, находясь в другой стране. Какие ещё проходят праздники в Лондоне, я буду скоро рассказывать. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!